я надеюсь что вы не успели далеко разойтись и вы сейчас снова вернетесь ко мне потому что ваше присутствие меня очень вдохновляет спасибо что вы смотрите вторую часть мы сейчас как раз вами приступим к описанию к рассказу о том как происходил свадебный обряд в средневековой руси напоминаю да что у нас московское княжество двенадцатый шестнадцатый век расцвет среднерусского русского средневековья и интересно посмотреть как же женились там что носили как одевались и какие были правила как жениться да может быть это кому-нибудь пригодится сейчас итак мы остановились с вами спасибо вам огромное спасибо что вы здесь итак мы остановились с вами на том что что делала с собой девушка для того чтобы быть красивой и про волосы я начала рассказывать про волосы и сказала что рябых и рыжих на руси не любили и старались их всячески избегать а причем изначально рябыми называли тех кто перенес оспу либо у кого оставались на лице рытвины после прыщей но впоследствии рябыми стали называть и тех у кого было много-много веснушек и человек рыжий и конопатый он считался порченый порченый меченый это было не только на руси это было и в западной европе рыжих не любили а почему а потому что это считался ну вот такой вот дьявольский изъян да то есть это порченый веденная во время беременности до связано дни с нечистой силой и таких но будут фактически у девушки у рыжий у нее было очень мало шансов выйти замуж как ухаживали за волосами помимо того что их мыли хлебом квасом медом ромашкой очень активно использовались масла на руси производилось очень много масел и льняное и конопляное и подсолнечное и все эти масла они невероятно полезны для кожи и тогда и сейчас и интересно что стали использовать и церковное лампадное масло причем использовали его как для волос так и для лица опять же для того чтобы его очистить лицо очистить чтобы не было угрей прыщей черных точек вот так называемого гороха прыщи на руси назывались горохом и чистили вот их либо лампадным маслом либо как я уже рассказывала в первой части либо с помощью серебра до серебряной воды ну кстати говоря в этом был смысл потому что вы знаете что серебро обладает антисептическим действием и вполне как бы понятно что она имела положительный эффект при лечении угревой сыпи румянец достигали с помощью ягод ягода и свекла конечно же все мы с вами помним морфушеньку душеньку все мы с вами помним эту знаменитую сцену где она натирает ей щеки свеклой и говорит что нет мне не принцесса а кто королевна но вот свеклу да действительно использовали для этих целей также использовали ягоды причем как я уже говорила очень любили землянику земляника хорошо окрашивала щеки а также использовали бузину и использовали волчью ягоду ну понятно что не внутри а исключительно ее сок потому что она вызывала такое раздражение на коже сосуды наполнялись кровью воспалялись и вот здесь вот вспыхивал такой вот прямо бордовый румянец но но тем не менее считалось это очень красивым и конечно использовали много муки много муки из муки делали из муки и белка делали пасту который закрашивали лицо либо просто мукой обсыпались для того чтобы придать желаемую белизну в любом случае лицо должно быть белым и если не удавалось и этого достичь и за счет косметических процедур значит это достигалось за счет осыпания себя мукой но вот как уже я вам зачитывала воспоминания английского дипломата флетчера было полное ощущение что женщины упали лицом в муку а потом сверху себе нарисовали брови именно брови да не ресницы брови тоже активно мажутся маслами давайте сейчас я вам покажу как раз красавицу вот этого периода видите густые черные брови это девушка и молодая у нее видите открытые волосы то есть мы видим ее волосы это признак того что она не замужем сейчас мы как раз будем на про волосы говорить большие глаза черные густые брови белая кожа и такой такие нежные но тоже вот розовые губы губы кстати говоря это тоже особый как бы предмет ухода тоже делались на губы маски из ягод опять земляника и малина это вот прямо две такие любимейшие ягоды которые очень хорошо помогали и создать румянец на лице и придать губам свежесть и вот припухлость и розовость также губы естественно кусали щипали или натирали их мокрой красной тряпочкой чтобы они приобрели приятный красновато розовый оттенок вот так вот женщины девушки дают что особенно это важно было для девушек так вот они достигали вот той самой эталонной красоты которая была необходима для того чтобы выйти замуж конечно каждая девушка хотела выйти замуж почему с одной стороны это было очень страшно и очень рискованно потому что в отличие от язычества никакой свободы выбора у женщины девушки в этот период нет и быть не могло замуж выходили не по любви замуж выходили по сговору родители родни но тем не менее не выйти замуж это было совсем страшно это было просто у катастрофа это ну так сказать прям загубленная жизнь поэтому для девушки очень важно было именно выйти замуж и как происходил вот этот вот обряд выхода замуж как я уже сказала он стал очень сложным он усложнился начиналось все с того что решение о женитьбе о том что вообще кому-то надо на ком-то жениться принимали родители жениха они были инициаторами любой свадьбы с этой целью они искали сватью или свата это мог быть и мужчина но чаще всего конечно это была женщина которая подыскивали необходимую пару и не просто искали девушку симпатичную да там соответственно еще вот этим вот стандартам русской красоты но искали семью естественно с приданным искали богатый двор выбирали тщательно и после того как выбирали уже семья жениха засылала сватов в семью невесты приходили сваты как правило их было двое иногда трое и садились на лавку и сначала смотрели друг на друга сваты смотрели на родители невесты родители невесты смотрели на сватов а потом начинался разговор очень-очень так вот издалека витиевато сваты говорили у нас этого у нас у вас товар у нас купец эта поговорка дошла дошла до нас мы все ее знаем или говорили так у нас гусачок по двору ходит гусочку ищет и опять значит скажут и помолчат или говорили так у вас цветочек у нас садочек а нельзя ли ваш цветочек перенести в наш садочек вот такими завуалированными фразами велся разговор о возможном замужестве если родители невесты вообще в принципе не настроены были отдавать дочку замуж может быть она была молодая или они ждали более выгодную партию они точно также витиевато отвечали что мала наша гусочка со двора не ходит да допустим но если все-таки они намеревались выдать дочку подошло время и они были рады этой партии то дочку надо было сватам показать это еще не смотрины это вот как раз то самое сватовство самый самый первый этап девушку показывали девушка могла сидеть в этой же комнате за занавеской до ждать своего часа когда ее покажут занавесочку открывали и сватам показывали товар лицом либо она могла быть вся вот напомаженная накрашенная нарядная могла ждать в своей горнице ее показывали в любом случае сваты они обязательно должны были на нее посмотреть и после этого сваты могли отказаться то есть если им не понравилось увиденное они точно также вот такими завуалированными фразами аккуратно давали ход назад они говорили а не поедет наш купец на ярмарку ну что типа не нужен ваш товар или говорили о том что некому садочек поливать так и цветочек нам не нужен поэтому была большая вероятность некая вероятность того что от невесты могут отказаться это был конечно позор ужасный потому что после отказа сватов продолжать дальше весь этот процесс но новых сватов можно было просто не дождаться и все ужасно боялись не понравится сватам поэтому и как я говорила что во время вот этого первого сватовства невесту и тряпками окручивали чтобы она оказалась толще и бусы на шею вешали восемь рядов для того чтобы шея оказалась крупной большой полный и подушки под сарафан подкладывали и в лапте тряпки набивали чтобы нога оказалась больше и конечно и белили и румянили и косу заплетали особым образом для того чтобы коса оказалась толще разрешалось ну как матери что делали они свои волосы состригали и вплетали свои волосы свои состриженные пряди в косы своих дочерей для того чтобы коса дочери была мощной толстой также в косу могли вплетать и свои счесанные с расчески волосы на руси считалось очень плохой приметой выбрасывать свои волосы то есть это вот очень плохо это лишиться как раз женской силы и женской красоты поэтому волосы даже счесанные берегли и вплетали их в свои косы для того чтобы они казались толстыми поэтому важно было на этом первом этапе понравится свата если все удавалось невеста понравилась родители невесты были не против сваты шли к обратно возвращаясь к родителям жениха и уже намечались смотрины сейчас попробую я найти смотрины а а нет это не они смотрины могли быть вместе с женихом могли происходить и без жениха но обязательно присутствовали сваты могли присутствовать родители жениха и так называемые его дружки или его тысицкие то есть те кто был потом привлечен к свадьбе и во время смотри вот уже невесту можно было внимательно рассмотреть как я уже говорила что есть такие сведения о том что есть примеры что жених мог не видеть вообще невесту до момента венчания да то есть она все время находилась либо под покрывалом либо вообще ее не показывали но если так сказать повезло и вы жили в губернии вы жили там в каком-то уезде где это было разрешено то жених мог увидеть свою невесту то есть ту девушку которую мы выбрали родители и сосватали за него он мог ее увидеть на смотринах и вот здесь тоже еще один тонкий момент очень волнительный для девушки ну во первых потому что она абсолютно не знала за кого она выходит замуж согласитесь что это тревожное состояние когда ты не знаешь с кем ты проведешь всю оставшуюся жизнь а во вторых и жених это мог отказаться от невесты конечно такое случалось уже крайне крайне редко если сватовство состоялось то как правило то и свадьба состоялась но посмотрев на невесту жених со сватами выходил на крыльцо там совещался и дальше он возвращался в дом где а мать невесты хозяйка дома подносила ему чарку с медом если жених чарку выпивал все хорошо все выдыхали значит невеста понравилась и свадьбе быть а если жених только пригубил и чарку отставил или отдал ее хозяйке то вот здесь уже значит он от свадьбы отказывается и опять же на дом невесты на саму девушку конечно это ложится тяжелейшим позором тяжелейшим пятном тут можно опять же не дождаться больше в свой дом сватов и остаться старой девы и хуже участи для древней русской женщины просто быть не могу но тем не менее вот если у нас состоялась вот этому смотрины и невеста понравилась дальше идет сговор или рукобитие назывался этот день или запой ну не от слова что они запили а от слова пить да запой да в этот день встречаются родители жениха родители невесты встречаются урядные и полностью идет обсуждение свадьбы гости расходы праздничный стол описывается полностью все приданные невесты то есть все решаются все 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 технические стороны свадьбы и выбираются свадебные чины свадебные чины есть и у невесты и у жениха это люди которые выполняют определенную функцию в процессе свадьбы там например у жениха у него есть дружка который делает там очень много всего там вплоть там и как гонец работает и выполняет там всякие поручения просьбы и кольца выносит и шкатулку с подарками перед но ему много работы у этого дружки так что у него даже есть еще и помощник есть еще и младший дружка есть светильщики которые несут свечи есть фонарщики есть и сыпальщики есть тысячи то есть есть подъездные которые готовят поезд жениха это свадебный кортеж то есть очень-очень много народу в этом задействовано и после выбора всех этих чинов после того как все условия все технические моменты свадьбы оговорены сторонами отцы невест надевают холщовые рукавицы и бьют по рукам вот почему этот день назывался днем рукобития или иначе еще называли его сговор но после этого приглашались гости и это дело отмечали и вот уже здесь пели песни поэтому еще иногда этот день назывался запой после сговора вот вообще уже ничего отменить нельзя сговор это отправная точка с как момент который начинается подготовка к свадьбе которая как я уже говорила могла идти несколько месяцев и невеста в этот момент называется сговоренка и вот здесь у девушки действительно наступают непростые времена непростые дни потому что точно так же как и в языческие времена в этот момент она считается не живой она переходит в иное состояние из девушки в женщину это состояние растягивается во времени из незамужней девки замужнюю бабу и в этот период она считается даже вот для людей для даже для своих домочадцев и родственников она считается даже опасной поэтому ее стараются изолировать она живет на своей половине в девичьей для нее шьют специальную рубаху рубаха сговоренная называется из темной ткани уже как раз в этот период все темное на руси ассоциируется там со смертью с трауром поэтому так как считается что для своей семьи девушка уже потерянная ну как умершая то и соответственно ей шьют вот эту вот рубаху сговоренки темную и также темное покрывало которое она должна постоянно теперь носить и если раньше девушка гордилась своей косой но коса обязательно да не распущенные волосы да на руси распущенные волосы могли носить только девочки до двенадцати лет после двенадцати они уже были не от раковицы они уже были девки а девки должны были заплетать себе косы и носить головные уборы косынки ленты венцы либо коруны вот этот вот предмет который я вам показывала в самом начале эфира в первой части до которая даже на себя вот так примерила вот это вот на самом деле это коруна это не кокошник это девичий предмет потому что он оставляет сзади волосы открытыми и на них можно свободно смотреть для женщин такой предмет недопустим поэтому я не имею право его носить да потому что я не должна показывать свои волосы и тогда вот когда у нас невеста называется сговоренкой и она носит темную вот эту вот рубаху и она носит обязательно на голове накидку тоже темную потому что уже волосы дал нужно закрывать рубаха обладал очень длинными рукавами они полностью закрывали кисти потому что в этот момент девушка практически не должна ничего делать и не должна ничего касаться да то есть вот прямо руками кожей только через ткань только через рукав либо через платок она почти ничего сейчас не делает по дому она занимается только подготовкой своего преданного она не выходит из дома одна только в сопровождении старших родственников и не выходит ну скажем так без дела то есть она выходит только в церковь либо там она может дойти до соседнего дома каким-то родственникам но никаких ярмарок никаких гуляний никаких праздников вот в этот период в ее жизни просто нет она готовит себя вот как раз к переходу в состояние замужней женщины и вплоть до того что в этот период девушка даже не может сидеть за одним столом со своими домочадцами то есть они ее от нее дистанцируются считается что сговоренка как явление нежити не чистой силы опасно во первых для детей и нельзя чтобы на ребенка смотрела вот эта самая невеста сговоренная да поэтому ни в коем случае да и невестам не показывали маленьких детей и также не общалась не должна была общаться сговоренка с молодухами то есть с девушками которые вот недавно совсем вышли замуж потому что она могла их тоже сглазить то есть сглаз сговоренки это такая сильная и неприятная вещь которая могла случиться в этот период чем занимается девушка девушка готовит себе приданное ну в принципе она его готовит с 12 лет вот как только она из-за траковицы перерастает в девку она начинает готовить себе приданное складывает в сундуки посуду украшение скатерти белье ну у кого что да у кого что кто чем был богат и естественно она уже к моменту своей свадьбы она уже должна иметь свадебный наряд который состоит из рубахи большая льняная белая рубаха свадебная с очень широкими и иногда очень длинными рукавами но обязательно хотя бы середина кисти должна была быть закрыта рубаха с богатой вышивкой с орнаментом с вставками кружевными и к этому же моменту шьется и сарафан сарафан красный обычный свадебный сарафан это красный сарафан несмотря на то в каком состоянии девушка выходит замуж хотя конечно с приходом христианства на руси девственность приобретает колоссальное значение то есть целомудрие девушки должно быть безусловным безусловно да то есть это должно быть априори конечно всякое в жизни бывало и брали замуж и не девственных женщин молодых но считалось что все равно как бы замуж нужно выдать ее не чистую поэтому сарафан красный и все наверняка знают слышали эту песню не шей ты мне матушка красный сарафан это как раз вот о том что не выдавай меня замуж но сарафан и шили и когда приходил вот момент сборов когда она остановилась сговоренкой то сарафан начинали расшивать да то есть он был готов мы его начинали расшивать всевозможными узорами и орнаментами которые тоже имели глубокий сакральный смысл оберегов это были орнаменты оберегающие молодую жену ну как правило от супружеской измены от болезней от бесплодия от мужненного боя и от многих-многих напастей которые могли ее поджидать супружеской жизни и таким образом готовилась приданная плюс широкие юбки под сарафан плелись там новые лапти и лишились на второй день свадьбы специальные туфли но обувь на саму свадьбу обязательно должен был подарить жених присылал он вместе с дружкой в этот период так называемую женихову шкатулку в которой обязательно должны были быть быть обувь на свадьбу это могли быть сапожки это могли быть сшитые черевики там в южных областях но обязательно это была нарядная красивая обувь почему жених дарил обувь ну потому что вот опять здесь есть отголоски из язычества босые ноги это невероятный эротический символ эротический знак пришедший еще из древних верований и босые ноги символизировали ну как бы на руси сексуальное влечение и обувая свою невесту молодой муж он как бы вот обуздывал это сексуальное влечение он направлял его исключительно на себя теперь эта женщина обутая им принадлежала только ему поэтому вот обувь дарил жених вообще же в это время помимо сбора приданного девушка себе делает так называемую красоту красота это совершенно такой абсолютно вот на наш взгляд бессмысленный символ прощание с девичеством но тем не менее как бы он был это могло быть либо маленькое деревце украшенные лентами колокольчиками леденцами монетками кружевными какими-то там тряпочками перышками либо это могла быть и взбитая кудель пряжа которая точно также расшивалась бисером мелким жемчугом лентами украшалась и все это для того чтобы в день свадьбы эту красоту отдать жениху иногда ее сжигали но чаще дарили и в этот же период точно так же как и в язычестве происходят плачи и причитания и с этой целью в дом приглашаются выльницы выльницы от слова выть это женщины которые наполняют дом причитаниями бесконечными припевками запевками грустными песнями длинными долгими протяжными ну грубо говоря воют и под эти причитания под эти грустные песни невеста тоже должна без конца плакать чтобы выплакать все слезы до замужества чтобы не плакать уже будучи замужем ну в общем как правило получалось в точности это наоборот но тем не менее обряд обычай такой существовал что нужно было обязательно хорошенечко поплакать после того как собрано преданное после того как сделана красота и все достаточно наплакались уже наступает день перед свадьбой вернее вот вечер перед свадьбой когда невесту опять ведут в баню хорошо ее там моют окатывают ее из семи ведер уже было из трех стало из семи и последняя вода из последнего ведра она не сливается она собирается в отдельную емкость и хитрая сваха если сваха была опытная и хитрая и такая вот ушлая то она находила возможность во время свадебного пира подливать эту воду в питье жениху и это должно было оперечь невесту будущую жену от супружеских измен после того как невесту омыли ее начинают чесать сейчас мы попробуем найти эту картинку с чесанием невесты вот оно чесание невесту начинают чесать и точно так же как и в языческой руси чешут ее долго несколько день несколько часов точно ее расчесывают причесывают ее готовят к свадьбе для свадьбы делается специальная коса если в обычном в обычном плетении косы пряди накидывались сверху то в свадебной косе она плетется наоборот пряди идут снизу такая коса сделанная из множества множество прядей называлась бесчисленница и плести ее должны были только замужние женщины то есть не девушки не подружки невесты только замужние женщины на конце вот этой вот косы бесчисленницы обычно прикрепляли накосник накосник украшение треугольной формы которая расшита тоже и мелким бисером и мелким жемчугом либо там бахромой вот он накосник вот так вот выглядит он вплетается на конец косы и украшает венчают вот эту вот праздничную бесчисленницу косу которая сделана специально к свадьбе сверху на невесту возлагают либо венец либо коруну да то есть это исключительно женская простите это исключительно девичий предмет то есть он оставляет опять же затылочную часть видимый для глаза и косу тоже он не скрывает он сделан вот например вот эта вот коруна она сделана на основе ленты расшита украшена здесь много и кружева тоже и мелких каких-то красивых деталей сзади она завязывается на ленту и закрывает часть лба но оставляет свободным затылок вот это вот девичий предмет туалета сверху на венец либо на коруну надевается кисия или платок они достаточно большие кисия и платок они должны были быть достаточно большими чтобы закрыть и лицо и часть туловища до пояса они закрывали невесту и вот в таком вот закрытом виде невеста и они находятся практически на протяжении всего свадебного обряда когда невеста готова она причёсана она одета в свой сарафан на сарафан душегрейка всё это ещё могло быть подпоясано каким-то богатым поясом когда она готова она заводится в избу которая тоже уже к тому моменту украшена стоят лавки вдоль стен в углах висят иконы и она садится на специальное место для новобрачных и уже посылают за женихом и приезжает жених вместе со своими всеми чинами то есть вместе со своими всеми дружками тысецкими светильщиками фонарщиками со всеми всеми своими чинами это так называлось да свадебные чины он приезжает и начинается собственно говоря обряд свадьбы вот он этот поезд так называется поезд жениха родители жениха в этот момент остаются дома и первая часть обряда она происходит в доме у невесты жених просит благословения родители его дают он пытается занять свое место рядом со своей сужиной но там сидит какой-нибудь мальчик маленький чаще всего братик невесты и требует выкуп вот еще одна традиция которая у нас тоже соблюдается дошла до наших дней я пришла к нам из древней Руси и жених отдает мальчику еще одну шкатулку с выкупом и может уже занимать свое место рядом со своей невестой невеста сидит в покрывале закрытая и после только после молитвы и первой перемены блюд сваха как правило сваха является инициатором этого вопроса спрашивает а можно ли невесту чесать и крутить родители дают разрешение и тогда между невестой и женихом дружки натягивают полотнище ткани тофта или кисия и за этой тканью происходит процесс расплетения косы вот эту всю бесчисленницу расплетают девичий венец и накосник оставляют невесте она это потом передарит своей допустим младшей сестре может передарить или оставить себе на память как предметы своего беззаботного девичества и ее начинают по новой чесать подносится специальное блюдо на блюде стоит чаша с медом разбавленным либо с разбавленным вином гребень и уже женские атрибуты женские головные уборы это повойник наволосник и кика и сваха расчесывает девушке волосы смачивая гребень постоянно вот в разбавленном меде или вине потом она скручивает эти волосы и заплетает их выкручивает заплетает их уже в две косы и замужняя женщина на Руси она всегда носит две косы это тоже символическое значение имеет потому что теперь она с мужем их теперь двое они пара и всегда должно быть две косы и после вот этого заплетения новых кос и их скручивания укладывания вокруг головы голова покрывается повойником так сейчас покажу вам повойник вот так вот он выглядит это матерчатая шапочка которая полностью закрывает голову на затылочную часть надевают волосник или на волосник это сетка как правило богато расшитая золотой серебряной нитью иногда мелким жемчугом и она закрывает затылочную часть то есть сзади образуется вот такая красивая сетка для волос и уже на все это надевается либо кика да вот такие вот это кика двурогая но их огромное количество разновидностей в зависимости от каждой губернии от каждой от каждого там села была своя форма кики была кика лопатой двурогая безрогая плоская круглая кика то есть это чисто женский предмет который обязательно должен покрыть голову и спрятать плотно спрятать все волосы ни один волосок не должен быть виден либо вместо кики в особо богатых свадьбах надевался кокошник еще сейчас у меня где-то вот он роскошный кокошник который и это именно женский предмет не девичий вот как бы снегурочка у нас неправильно одета в этом смысле потому что она в кокошнике с открытой косой вот такого не было кокошник это женский предмет и он сзади полностью закрывает волосы и на это на все еще сверху накидывается платок то есть все равно девушка закрыта так где у меня тут еще есть такая очень нарядная невеста вот например да то есть на ней и повойник и на волосник и кокошник высокий и сверху еще и платок вот здесь платок подвязан под подбородком то есть это видимо уже после венчания тоже по картинам можно определить по картинам можно определить в какой период запечатлена женщина потому что до венчания невеста должна быть полностью закрыта и открывают ее уже официально перед женихом и разрешают до нее дотронуться не разрешают ее поцеловать уже только после церкви после обряда венчания вот когда повенчает их священник тогда невесту раскрывают поднимают покрывало и если жених ее до этого момента не видел то здесь вот в этом месте как раз его и будет ждать сюрприз после венчания уже молодые отправляются вместе со всеми гостями в дом жениха и пир продолжается там свадьба на Руси обычно гулялась 3 дня и это было очень нелегкое испытание для женщины для молодой уже жены потому что нужно было без конца доказывать свое право жить в этом доме быть женой этого мужчины нужно было выполнять какие-то ритуальные обязанности где тебя все время оценивают проверяют ну в общем вот так вот и начиналась жизнь молодухи то есть замужней женщины в новой семье но как говорится это уже совсем другая история теперь она замужем теперь волосы все время должны быть покрыты многочисленные условности которые запрещают женщинам показывать свои волосы даже будучи дома то есть она может распускать их только перед мужем на ночь либо в каких-то пограничных состояниях например в родах допустимо не в кокошнике рожать рожать с распущенными волосами либо в родах либо на похоронах либо в болезни в тяжелой замужней женщине разрешается распустить свои волосы во всех остальных случаях нет ты теперь замужняя жена и твои волосы не должны видеть посторонние мужчины потому что как в средневековой Европе так и в средневековой Руси женские волосы считались элементом соблазнения поэтому они и прятались ну вот друзья мои я надеюсь что я не очень вас утомила получился большой двухчасовой почти эфир спасибо всем кто меня слушал мне было с вами очень хорошо спасибо спасибо вам что вы сегодня пришли ко мне на эфир я готовлю новые лекции я буду рада если вы будете так сказать за мной следить и смотреть их и слушать и задавать вопросы ну а нам девушки я желаю бесконечного семейного счастья и возможности ходить с теми прическами с какими вы захотите следующий мой эфир будет 22 июня он будет посвящен моде военной моде в СССР ну что друзья на сегодня все но я надеюсь что мы прощаемся ненадолго эфир будет сохранен вы сможете его посмотреть в аккаунте мы парикмахеры либо в моем аккаунте галич онлайн до новых встреч и всем большого-большого женского счастья да эфир сохранится до свидания до твоих так и Продолжение следует...